Сегодня мы отчитываемся о своей работе. Это стало старой доброй традицией, когда при истечении определенного срока коммунисты-депутаты перед партийным активом города рассказывают, что они смогли сделать, что не получилось и какие планы на будущее. Коммунисты, участвуя в выборах в законодательное собрание, ставят с собой цель превратить законодательную власть в реальный социальный институт народа власти, работают в городском парламенте на благо горожан, так, чтобы их жизнь была обеспеченной, справедливой и безопасной. Владимир Ильич Ленин, характеризуя работу фракции социал-демократов во Второй Думе, отмечал, что все ее выступления подвергали глубокой и хорошо обоснованной критике, не только вносимой на рассмотрение Думы законопроекта, но также и всю царскую и капиталистическую систему правления в целом. Именно в соответствии с такой веденской формулой мы и стараемся выстраивать работу депутатского объединения коммунистов в буржуазном парламенте. В прошлом созыве, как я уже сказал, мы неоднократно отчитывались, и вполне логично, что по истечению резидней сессии мы всей фракции и депутаты коммунисты и помощники сегодня готовы ответить на все вопросы, которые созрели в нашей городской партийной организации. Так как фракция является сегодня еще раз, мы обратим наше внимание на такой важный инструмент в работе партии, как представительство законодательной власти в виде фракции коммунистов. Фракция является для нас не столько законодательным органом, сколько выполняет функцию группора городской партийной организации. Необходимо подчеркнуть, что фракция КПР и законодательное собрание была избрана в количестве семи человек. Сегодня, в соответствии с решениями партийных органов, мы продолжаем работу в составе шести депутатов коммунистов. Руководителем фракции является ваш партнерный слуга, заместителем руководителя фракции избран, член бюро городского комитета профессор Алексей Васильевич Бронцов. К сожалению, он не болел, сегодня его не будет, но он звонил и сказал, что мысленно он с нами. В соответствии с решениями партийных органов, для работы с избирателями депутаты от фракции КПРС закреплены со всеми 18 районными комитетами, ну и районными, как там, Дубни и от Санкт-Петербурга. Это распределение приведено в отчете, который находится у нас с вами в раздачных материалах, поэтому экономим время повторяться не буду. Там все четко расписано, более того, уже наш партийный актив, я надеюсь, знает своего куратора-депутата. На основе нашей предвыборной программы фракции КПРС утвержден новый план законодательной деятельности на осеннюю сессию. Из более 20 нормативно-правовых актов, ход исполнения которой проверяется и корректируется в зависимости, от складывающейся социально-экономической и политической ситуации. Среди них внесение изменений и дополнений в закон о территориальной программе государственных гарантий, оказание гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 13-й год, это доступные медицинские услуги, внесение дополнений и изменений в закон Санкт-Петербурга о потребительской позиции, увеличение проживочного минимума за счет увеличения продовольственной части и части расходов на услуги. Проект закона Санкт-Петербурга о развитии малого и среднего предпринимательства в нашем городе, установление социальной защиты малого бизнеса. И проект закона о дополнительной гарантии права на использование русского языка в Санкт-Петербурге. Это защита русского языка. Однако необходимо особо отметить, что большинство наших законодательных инициатив по-прежнему натыкается на противодействие со стороны депутатов буржуазных фракций. И тем не менее, за последние месяцы нам удалось рекордное количество наших с вами законопроектов восстановлений суметь протащить через этот самый буржуазный парламент. Их шесть. Первая наша инициатива направлена на повышение мер социальной защиты личности. Принимавшим в составе подразделения основного риска непосредственное участие в ликвидации техногенных катастроф ядерного и термоядерного, с участием термоядерного оружия. Вторая инициатива предусматривает снятие ограничений на участие депутатов различных уровней в предвыборной агитации, поскольку депутаты законодательных органов государственной власти и органов местного самоуправления, избранные как по спискам политических партий, так и в одномандатах избирательных округа, являются наиболее активными и грамотными представителями этих партий. То решение права участвовать в агитации СМИ противоречит духу и смыслу избирательной кампании. Можно сказать, что нам, петербургским депутатам и коммунистам, удалось здесь одержать победу за совершенствование законодательства и слово теперь за государственные думы. Этот документ ушел туда на умреждение. Также был принят законопроект о внесении изменений, статью 218 Налогового кодекса, где предлагается не взимать доходный налог с родителей, имеющих детей, сумму дохода до 10 тысяч рублей. Два постановления. Это уже заслуга не всей фракции, а комиссии, которую возглавляет Юрий Арминакович Гачин. Звучат следующим образом. Это обращение законодательного собрания в адрес министра экономического развития Белорусова и министра промышленности и торговли Мампурова по вопросам отсутствия правового регулирования порядка определения территории, прилегающих к детским образовательным учреждениям, медицинским организациям, объектам военного назначения, на которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции и также по вопросам лицензирования. И, наконец, 12 сентября по инициативе фракции коммунистов было принято постановление городского формата об обращении к президенту Российской Федерации с требованием вернуть крейсер «Аврора» в состав военно-морского флота России. Не сбавляя законотворческого темпа, мы готовим внести в повестку дня ближайших финансовых заседаний изменения в закон Санкт-Петербурга о праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге, где будем требовать возвращения даты 7 ноября, дня Великой Октябрьской социалистической революции, и дня проведения парада на Красной площади в 1941 году в разряд официальных праздников и памятных дат. А также проект закона обнесения изменений в устав Санкт-Петербурга, в котором мы предлагаем наряду с имеющимися утвержденными символами города закрепить статус легендарного крейсера «Аврора», так же как официального исторического символа Санкт-Петербурга. Таким образом, мы планируем выйти на режим работы, когда почти на каждом пленарном заседании рассматривалась бы наша законодательная инициатива. Направление нашей работы. Немаловажной деятельностью в нашей деятельности является работа в составе постоянных комитетов и комиссий городского парламента. И от того, насколько успешно, насколько эффективно работают эти две комиссии, безусловно, проекция идет на всю фракцию и, соответственно, на все региональное отделение. И сомневаться в абсолютном успехе, честно говоря, не приходится. Депутатские запросы использовали правдами святые. В беседе с депутатом фракции Большевиков в 4-й кубе Алексеем Бадаевым, основатель нашей партии Владимир Владимирович Ленин, говорил, что, конечно, можно выступать и даже с каким-либо законом, но все эти выступления должны сводиться к одному. Надо клянить царский строй, показывать весь ужасающий произвол правительства, говорить о бесправии и жесточайшей эксплуатации рабочих классов. Вот это будет действительно то, что должны слышать рабочие от своего депутата. Именно поэтому самые эффективные для нас формы работы по праву стали депутатские запросы и заявления. Депутатский запрос является безусловным лидером среди других форм борьбы, начиная еще, как я сказал, с практики работы большевиков до революционного государственного духа. Несмотря на свою внешнюю простоту, данный инструмент влияния имеет неизменимые качества. Публичность, или то, что мы называем использованием трибуны, депутатский запрос вправе зачитывать в начале длинарного заседания, как и так, чем мы, собственно, и стараемся пользоваться. Информативность, а именно, запросы зачитываются в самое удобное время заседания при сконцентрированном внимании журналистов и, как следствие, значительное количество упоминаний в средствах массовой информации. Оперативность, как правило, в словах ответа на него, высшего должностного лица Совета Российской Федерации не должен превышать 10 дней. Всего за несколько месяцев нашей работы фракция инициировала около 30 депутатских запросов. Это порт состояния на сегодняшний день. Вот некоторые из них. От работе комиссии при правительстве по оказанию помощи пострадавшим гражданам участникам долевого строительства многоквартирных домов. О проблемах жильцов общежития, расположенного по адресу Южина, 15, корпус 2. О защите прав граждан, собственникам, граждан. О проблеме удаления снежной массы с территории Санкт-Петербурга. О проблеме обеспечения студентов образовательных учреждений нашего города местами общежитий. Особых разработки влечения законодательное собрание законопроекта, предусматривающего выплату инвалидам войны на год в год, денежной компенсации, эксклюзационных расходов на транспортные средства. И о необходимости проверки всех инвестиционных проектов, реализуемых компаниями, подконтрольными господину Дерепасову. Вторым, по эффективности и отличительным способом парламентской войны являются заявления францев, которые вправе делать каждое финансовое заседание. Депутаты-коммунисты выступали с заявлениями против создания перевалочной базы в блоку на атаку в Ульяновске, против переноса военно-медицинской академии имени Сергея Ивановича Кирова, из комплекса, занимаемых в центре Санкт-Петербурга зданий на окраине города вблизи железнодорожной станции «Горская». Против принятия закона о выборах губернатора Санкт-Петербурга, делающего фактически невозможным участие в выборах кандидатов от оппозиции по поводу, а также по поводу ситуации, сложившихся вокруг символа Артемийской революции, крейсера Авропы. Товарищи, важнейшим инструментом согласования линии депутатов-коммунистов с позиции городского гражданского актива продолжает оставаться Совет общественной организации и движений при фракции КПР, который возобновил свою работу в новом созыве депутатов городского парламента 1 февраля 2013 года в соответствии с решением юрока КПР. За это время состоялось 4 заседания Совета, не считая совместные деятельности депутатов-коммунистов и представителей общественности в мировой между заседаниями Совета. Эта деятельность была направлена на укрепление взаимодействия городских социальных движений и локальных протестных групп с партийной организацией городской и фракцией КПР и законодательных собраний. Протестная активность, благодаря участию в работе Совета представителей градозащитных движений, обманутых дочек, жилищных и профсоюзных активистов, тесно увязывалась с парламентской активностью фракции КПРФ в плане добавки запросов, работы над законопроектами и лидеральными законодательными инициативами. В центре внимания Совета было привлечение общественников и социальных движений к участию во всероссийских акциях протеста, проводимого напряжению Центрального протестного штаба ЦК КПРФ. Член Совета и представляемые организации вместе с нашей партией активно участвовали в массовых мероприятиях февраля-марта, направленных против позификации итогов голосования 4 декабря 2011 года в пользу партии власти. В акции протеста в связи с многочисленными нарушениями после президентских выборов, а также в агентационной кампании в поддержку кандидата на пост президента Российской Федерации Кеннадия Андреевича Цюганова. Работа над бюджетом города. Рассматривая вопросы об отношении к главному финансовому документу города, важнейшей целью мы ставим принятие социально ориентированного городской бюджеты, большинство статей, которые должны быть направлены на решение первоочередных задач. Рассудие здравоохранения и образования, восстановление гарантированных год для ветеранов военной пруда, пенсионеров, инвалидов, многодетных и одиноких матерей, воспитанников, интернатов. Вместе с тем, практика БРФ верная своим обещанием требоваться в углублении социально-составляющей бюджета и одновременно выполнять установку центральных партийных органов прошлой осенью при принятии бюджета на 2012 год голосовала против этого законопроекта. Однако приняла самое деятельное участие в его корректировке в марте к текущему году. В результате этой работы решением законодательного собрания Санкт-Петербурга был поддержан ряд вопросов фракции в бюджет 2012-2012 год. Приведу лишь некоторые из них. Комитет по здравоохранению дополнительно получил от нас с вами 1 миллион рублей. Комитет культуры дополнительно 2 миллиона рублей. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 3 миллиона рублей. Комитет по социальной политике свыше 8 миллионов рублей. Комитет по спорту дополнительно 5,5 миллионов рублей. Значительные суммы, порядка 8,5 миллионов рублей, фракция направила на проведение ремонта в городских, общообразовательных и дошкольных учебных средствах. 31 октября, практически через месяц, в законодательном собрании будет слушаться первое чтение бюджета на 2013 год. В течение всего времени работы фракции нам поступает обращение от коммунистов, представителей Совета ветерантов, сферы образования, здравоохранения, науки и культуры, физкультуры и спорта с просьбой поддержать их бюджетным финансированием. На сегодняшний день таких заявок у нас скопилось на сумму более 600 миллионов рублей. Мы безусловно сделаем все от нас зависит, чтобы эти проекты нашли отражение в бюджете 2013 года. На заседании фракции мы попросили нашего представителя в бюджетно-финансовом комитете ЗАГСа и Владимиру Левомору доложить в лену о параметрах и постатейном выполнении бюджета. А на одном из ближайших заседаний Европаркома мы готовы более детально представить анализ бюджета города для принятия свежего партийного решения, как это мы делали во все предыдущие годы, и это решение будет неукоснительно выполнено. Так же, как в СОПе. Товарищи, у нас принято считать, что фракция состоит не только из депутатов, но и из аппарата помощников, который можно разделить на 4 группы. Помощники, выполняющие работу по делу производства и направлению деятельности депутата, помощники, работающие на территории приемных и в районных отделениях партии, и две службы юридическая и инструкционно-аналитическая. Работу всех помощников, ну, собственно, мы с вами прекрасно знаем, и я уверен, что это наше правильное совместное решение, что там, в законодательном собрании, в депутатах мы практически оставили два данного помощника. Все остальные должны работать по депутатам. Работу всех помощников направляет и успешно координирует руководитель аппарата фракции Веналий Иванович Денисов. В своем выступлении он нам расскажет об этой фракции с депутатским приемом, что, в общем-то, является очень важным направлением, и внутри фракционной дистанции. А мы сейчас растемся, работаем в двух службах, в юридическую службу Горкому, ее возглавляет депутат Константин Олегович Свернов, к сожалению, его сейчас нет, он находится в коммунировке. Также в нее входит специалист Горковский, Шилович, Василий Фрешин. По сложившейся практике между выборными компаниями и уступа больше внимания уделяет работе фракции. В поле ведения наших юристов находится подготовка экспертных работ по наиболее важным законопроектам, обобщение и систематизация законотворческих инициатив, определение актуальных свободных тем и вопросов, над которыми должны вести работу депутаты фракции, а также подготовка документов на депутатском заседании и окончательная доработка депутатских запросов. Вместе с тем, уже сейчас нужно отметить ряд недочетов в работе наших юристов. Это недостаточная появимость в вопросе продвижения судебных исков по результатам выборов в декабре месяце. И в этой связи претензии коммунистов в ряда наших районах нам кажется вполне обоснованным. Хотя объективности ради надо сказать, что судебная система современной России выстроена таким образом, что исключена практически любая возможность оскорить результат выборов всех уровней. Также наши юристы недостаточно активны, как политические застрельщики инноваций. В этом вина не только их, но и и депутатов, и всего депутатского корпуса наших фракций. Поэтому необходимо констатировать, что в плане наступательной инициативы мы в определенной степени проигрываем конкурентам из других фракций. И здесь та критика, которая в этой связи до нас доходит, мне кажется, вполне обоснованная. Более подробно о работе юридической службы мы попросили доложить заместителя руководителя этой службы, Живовича Александра Николаевича. Информационная служба. В ней сегодня работают двое, Городенко и Пахачев. Молодые коммунисты, здесь мы можем отметить ряд положительных изменений. Удалось создать и качественно наполнить раздел о работе депутатов фракции на нашем партийном сайте. По итогам каждого дня принадлежа заседания на сайте дается развернутая информация. Однако, опять же, необходимо заметить, что двух человек явно недостаточно. Отсюда и проделы в работе, и некоторые пробуксовки. К сожалению, наш расчет на помощь в этих вопросах со стороны Сергея Васильевича Сверчкова не оправдался. Уверен, что драмат анонимный Алексей Пугачев существенно наполнил меня своих выступлений. В первые месяцы работы фракции достаточно часто и иногда не без оснований нас критиковали за отсутствие единства в голосовании по тем или иным вопросам. Здесь необходимо сказать, что все наши депутаты кунисты строго выполняли и выполняют решения, принятые на фракции, на заседании фракции и рекомендации генерал-городского комитета. Подчеркиваю, все партийные решения были ему коснительно выгодны. Более того, после каждого этапа заседания на фракции мы подробно анализируем каждое голосование на предыдущем заседании и, если это необходимо, требуем объяснения от наших товарищей фракции о позиции к тому или иному голосованию. Подробно об этом мы попросили рассказать Дина Ивановича Денисова, а я сейчас вернусь только на одном из них. Занимаясь самопиаром и в целях бросить день на репутацию нашей фракции, яблочники и свалерливые вопросы применяют не очень хороший прием, взятый на оборудование по единственной России. В день пленарного заседания неожиданно с голоса вносят предложение для отключения к повестству дня вопроса, который с нашей фракцией не согласовывался, не обсуждался. Но с претензией на безусловную поддержку от нас, так как по теме выбран очень хороший вопрос с хорошим настроением для направления. Но как правило, по форме он хороший, а по содержанию вызывает значительные вопросы. И в этих ситуациях нам приходится оперативно в зале принимать решения. Не всегда в этой смешке мы бываем корректны, бываем правильны и, собственно, как правило, за эти голосования мы получаем вашу пенсию. Предложение Григория Васильевича Юнинского по созданию межфракционной комиссии по рассветыванию результатов выборов. Ну, во-первых, он о том заявил с голоса, нася в креску, а перед этим мы раза три уже этот вопрос рассматривали и голосовали, естественно, положительно за создание этой комиссии. Я обращаюсь ко всему сидящему здесь, ко всему партийному активу, каждому комиссию. Если возникают вопросы по голосованию, по другим каким-то проблемам, связанным с фракцией, каждый вторник в 14.00 у нас заседание. По звонку, по согласованию приходите, услышите, как мы работаем под ошибками. Сами что-то нам подскажете. Такая практика есть, и мы всегда с большим удовольствием, желанием встречаемся с представителями районных партий. Если говорить о присутствии фракции гуманистов в городском инфраструкционном поле, то можно констатировать, что в 2012 году городские и федеральные средства массовой информации продолжают уделять определенное внимание, определенное внимание, деятельность фракции. И вместе с тем необходимо сказать, что гуманистам не удалось в полной мере преодолеть старательный, формируемый властью образ структуры, находящийся на обочине политических процессов, прежде всего композиционной деятельности. Бессловно и неумело критикующий и не имеющий в своем составе ярких и нестандартно мыслящих политиков. Эти изощренные формы информационной войны продолжают иметь место и проявляются в том, что нас, как правило, приглашают на передачи с явно неинтересными, неактуальными темами городской жизни. На ряду с этим депутаты объявлены и справедливые России в обязательном порядке являются участниками самых громких и медийно разрученных телевизионных проектов. И поэтому создается впечатление очень приятного и порой непривлекательного присутствия ТБРФ в информационном расставстве города. На сотке депутаты Пешневский и Кременченко, ну просто оттуда, по-моему, не выходят. И в связи с этим нам необходимо в ближайшее время стараться коренным образом менять сложившиеся тенденции и выходить на наши с вами привычные передовые позиции как единственные оппозиционные силы, борющиеся за права человека труда. Депутатская вертикаль. Товарищи, наша фракция стала первой активно осуществляющей взаимодействие в рамках противной депутатской вертикали как в северо-западном федеральном области, так и в федеральном области. Все законопроекты фракции, восстановления, законодательного собрания, наиболее значимые депутатские запросы и подготовленные нами проекты законов направляются в центральную депутатскую вертикаль, руководителю депутатской вертикали Валитету Сергеевичу Шулчанову. Оттуда мы получаем организационные методические указания под основным направлением пропаганской борьбы. нами также налажена прямая связь по отмену инициативами с московской городской пунктой. В 2009 году был сформирован Совет фракции КПРФ северо-западного федерального округа, заместителем председателя которого являюсь я. Мы с депутатами-коммунистами из соседних регионов уже два раза собирались на конференции, ждали актуальные вопросы из-за парламентской войны. Вместе с тем, нам всем необходимо уделить особое внимание в остраивании действенной депутатской вертикали у нас в нашем городе Санкт-Петербурге. И есть для этого очень серьезная совета. У нас избранный депутат Государственной Думы, Цветасан Михайлович Шоу, Реннаджин Борко, Виктор Васильевич Черкес, продолжают с нами работать Светлана Евгеньевна и Савицкая, и Нобелевский лауреат Жарислав Шалтеров. Избрана новая фракция КПК САКС. Имеются депутаты-коммунисты в целом ряде муниципальных образований в городе. Налаживание схемы учебного взаимодействия между депутатами всех трех уровней представляется крайне актуально, особенно в свете предстоящей кампании по выборам депутатов внутригородских муниципальных образований. В этой связи мы очень надеемся на помощь со стороны комиссии по работе с депутатами нашего городского комитета, возглавляемого депутатом пятого созыва Александром Сергеевичем Альковским, четвертого, извините, и также генералом прошлом большим опытом работы в муниципалитетах города. Говоря о местной фракции структуре городской партийной организации, нам необходимо научиться извлекать максиму пользы из возможности перераспределять работу помощников с акцентом на деятельность районных отделений, так как появляется дополнительная возможность ресурсами фракции усилить наши партийные изменения, добиваясь четкого взаимодействия по линии депутатов в реализуемом районной отделении. А отсутствие такого взаимодействия, надо сказать, серьезным образом мешает работе, и нам явно не хватает свежих гель и незамыленного взгляда, когда мы думаем о новом перечне законопроектов, когда подбираем темы для депутатских запросов и пытаемся создать информационные опыты. Работа с куратором-депутатом должна выглядеть как дорога с обойденным движением. Здесь заинтересованность как одной, как и другой стороны очевидна, но не все еще наши депутаты, к сожалению, продавали хорошую, широкую дорожку проема и отделения. И сейчас, безусловно, нам надо на этом сосредоточить свое усилие. Необходимшего связь фракции с нашими районными отделениями постояла крепкая, только так не обеспечит бесперебойное наполнение нашей работы интеллектуальной подбиткой и актуальной информацией с местами. Товарищи, за отчетный период нам удалось не только достаточно оперативно наладить работу фракции, но и заставить власть наших политических оппонентов относиться к нам с уважением и публично признать нашу устойчивость и правильность принимаемых фракций вопросов по защите социально-экономических и политических прав кратчика. Мало ли среднего бизнеса? Обманутых большим, сдерживая у нее просто тарифов на услуги ЖДХ и снижению негативного влияния последствий и искупления России в ВТО. Таким образом, фракция КПРФ Загонодательного собрания и сам Метербурга 5-го социала руководствуется решением Минсострального комитета КПРФ и городской партийной организации последовательно и настойчиво притворяет жизнь предвыборную программу партии и в дальнейшем будет наращивать свои усилия по повышению авторитета и влияния КПРФ обществу, способствуя скорейшему восстановлению советской власти. Спасибо.